Всем привет, ребят! Ну что, сегодня будем делать такой небольшой эксперимент. Блин, всё же уже прозрачное делали, давайте сделаем прозрачный радиатор. А, для того, чтобы, например, туда залить воду, да, завести мотор, добавить туда какой-то краситель и посмотреть, как всё это дело там циркулирует по радиатору. Никто же ни разу не видел? Или кто-то видел? Если кто-то видел, напишите, я это ни разу не видел. Поэтому давайте-ка соберём и всё это дело протестируем и посмотрим. Поехали, короче! Спейси-шип. Смотрите, собрали, установили мы прозрачный радиатор. Да, ну, ребят, ну, действительно, здесь, а как нам оргстекло соединить с обыкновенным стеклом, придумать? Ушарахнули на стекольный герметик. Стекольный, который чисто автомобильный, тут, конечно, нас выручил. Да, трубочки подзаляпали, закрепили его в жёсткую, всё подключили, всё замечательно. Ну, и теперь надо что? Теперь надо заливать туда воду и смотреть, как всё это дело будет работать. Ну, давайте, короче, поехали. Всё, потекло. Ух ты! Ух ты! Нафига себе! Что-то там выкает. Ну, давайте сначала посмотрим, как вообще без открытия термостата всё это дело работает. Ага, всё равно забирает, смотрите, бомба начала забирать, уровень падает, это хорошо. Так, сейчас мы, значит, дольём маленько. Ну что, пока, судя по всему, мы здесь ничего не увидим. А почему? Потому что, чтобы у нас циркуляция началась по большому кругу, необходимо, ну, два условия. Это, чтобы система была заполнена охлаждающей жидкостью. И второе, это, чтобы открылся термостат. Потому что в большой круг у нас отправляет жидкость именно он. Хоть в нём и есть там маленький клапано, который постоянно перепускают, но он такой маленький, что он чисто для выхода воздуха в основном работает. Ну, давайте подождём, посмотрим. Всё равно, в любом случае, мотор нагреется, термостат откроется, и мы посмотрим, что сюда пойдёт. Хотя мотор помыли изнутри, ну, для того, чтобы окалин и всего остального было поменьше. Ну, я думаю, что прям в идеал мы его всё равно не отмыли. И то, что пойдёт из мотора, мы прям всё увидим здесь. Потому что всё прозрачно и всё очень хорошо видно. Ну, и вот мы сейчас всё это дело посмотрим, как это выглядит. Потому что вот пошло. Пошло всё равно то, что из блока не отмылось, уже видно. И, соответственно, что? И, соответственно, сейчас постепенно, постепенно всё это дело... Да, блин, он уже весь тёплый. Просто диаметр трубы... А-а-а-а! Блин, они горячие! Нифига себе! А у стекло так сильно не нагревается. Стекло вообще прям кипяток. Всё, значит, он открылся на все сто процентов, да? Всё, циркуляция пошла. Вообще пошла, пошла, смотрите. Всё, термостат открылся. Смотрите, как фигарит. Хорошо помпа качает, я тебе скажу. И смотри, он открывается всё сильнее и сильнее. Смотри, потоп как увеличивается. Обалдеть! Вот это да! Вот это скорость прокачки! Понимаешь, что тут? Река прям... Прям, смотри, нифигарит как! Нормально! Очень хорошо! Ну, я так вижу, что помпа хорошо работает, и термостат открылся прям на все! На всю свою возможность! Смотрите, как... Вот эта циркуляция! С какой скоростью! Трубки прям кипяток! Ну, понятно, температура, нифига себе там... Вау! Ну, давайте, чтобы нам... Намного, скажем так, всё это было... Дело заметней. Глуши! Поэтому давайте сейчас всё сольём, наберём воды, и уже когда совсем маленько оставится, останется, добавим туда красителя. Поехали! Друзья, все, кто любит эксперименты над автомобилями, советую вам посмотреть канал ребят из Тольятти, которые строят безумную плавающую Волгу в 500 л.с. и Волгу в ГАЗ-24 при помощи станков для металл-шейпинга. А канал называется Калаш Кастом! Ребята показывают весь цикл преображения старых и незрачных автомобилей в шедевры, от которых просто невозможно оторвать взгляд и очень приятно сесть за руль. В общем, ссылочку на канал оставлю в описании. Переходите, подписывайтесь и обязательно поддержите ребят! Так, ну всё у нас остыло, сейчас мы заправляем всё это опять холодненькой водичкой. Оставим небольшое, так сказать, пространство для того, чтобы нам залить краситель. Ой, наверное, вот это будем заливать. Он синенький такой прикольный. Я думаю, его очень хорошо будет видно. Так, засыпаем краситель. Что, весь, наверное, да? Да, что там будет? Ай, полная. Смотри, как чётенько получилось. О, всё, полная. Запускаем. О, заработал. Ну, и теперь ждём. Ждём. Сейчас помпа у нас гоняет всё это по малому кругу. Посмотрим, насколько клапанок там чего перепускает. Ну, надеюсь, что у нас синяя вода сюда пока не попадёт. Пока двигатель не прогреется, термостат не откроется. О, смотри, падает ничего. У нас термостат открылся. Да, смотрите. Уровень упал, термостат открылся. И смотрите, всё. Пошло дело, пошло, пошло, пошло. Резко уровень упал. Где-то, значит, маленько было воздуха. Его выдавило. И вот, смотрите, процесс у нас пошёл. Вот он открылся. Нет, он теперь открывается. Он даже не стал закрываться, потому что объём, видать, маленький. Всё, и у нас всё это дело пошло. О, как замечательно, да? Всё это выглядит, когда всё это дело видно. Наполняется и уходит, и уходит обратно. Но пока ещё здесь циркуляция, но она усиливается. Смотрите, как всё закручивается. Значит, через трубки начинает всё быстрее и быстрее вода идти. Значит, термостат всё сильнее и сильнее открывается. Да, всё, пошло. Пошло уже здесь, всё перебаламутило, смотрите. Отлично! Вот как! Вот как, значит, это всё работает. Вот посмотрели, да, как всё это дело прям циркулирует. Очень даже, очень обалденно. А есть там ещё у нас такие красители. Давайте тогда сейчас в синий добавим в жёлтый. Так, ну всё, жёлтенького заправили. Запускай. Водички долили. О, термостат ещё и не закрылся-то даже. Оп, смотрите, пошло, 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 пошло. Пошло, сейчас и дойдёт до самого конца. Чик, всё. Всё у нас стало зелёное. Термостат, значит, не закрылся не так быстро, он остывает. Но ничего страшного, зато мы всё это дело прям чётко увидели, как всё это происходит. Блин, прикольно. Был синий, стал зелёный. Был синий, стал зелёный. Всё здесь уже потребует. Карима, из пауны, я зелёный. Но твёртый и всё это всё, твёртый и всё. О, твёртый и всё это пауны. Ну и вот такая, значит, история, смотрите, прозрачный радиатор все-таки у нас получилось сделать, а посмотрели мы, как жидкости циркулируют, насколько быстро, действительно очень быстро, на самом деле, помпа давит очень даже хорошо, поток проходящий через радиатор просто, блин, огромный, никто не ожидал даже, что, если честно, тоже думали, что это все дело будет происходить потихонечку, а тут нифига себе потихонечку, тут прям, так сказать, во всей диаметре шланга фигарит так, что прям, ух, прям поточище, поэтому следите за радиаторами, то есть мойте их постоянно, не давайте мотору перегреваться, значит, ребят, ну все, мы это дело посмотрели, все классно, нам очень понравилось, надеюсь, вам тоже, поэтому, ребят, у меня на этом все, смотрите нас, подписывайтесь, между ними предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки, ну все, пока.